друзья мои всем большой привет вы на канале круговорот дача огород сегодня поговорим о некоторых цветах которые можно посеять сегодня у нас можно сказать конец марта месяца впереди у нас апрель весна все ближе и ближе настоящее приближается к нам и вот сегодня поговорим о том как все-таки посеять про стимулировать семена цветов чтобы была у них хорошая вскожесть поговорим сегодня о бастре и о бархатцах также мы посеем с вами сегодня вот такую декоративную капусту в общем у них знаете как у этих сортов у этих гибридов капусты декоративной есть масса окрасок разные они бывают по форме и по расцветке свою красоту она начинает отдавать уже где-то с середины лета и до заморозков украшает ваши садовые участки когда уже все серое становится капуста она продолжает украшать и радовать вас ну что еще друзья смотрите вот у нас уже некоторые цветы как вы видите посаженные распекированы например вот такие бархатцы банан за это все низкорослые сортовые сорта мы их 7 каждый год мы их полностью изучили у банан за конечно поменьше сам цветочек расцветка бывает разная лимонная перпичного цвета темного цвета она вся по-своему красиво но это все цветы низкорослые бордюрные цветочки растения первого плана а также есть вот такие вот это у нас прямо стоящие бархатцы тайшаны вот посмотрите в один день было были посеяны просто вот этот я пересадил сделал перевалку 500 стакан а это не стал делать не знаю может быть тоже сделаю перевалочку в 200 миллилитровых стаканах они хорошо развиваются дальше вот раз трубу мы посеяли тоже астры посмотрите это мы свои семена посеяли сеем астры выращиваем тоже каждый год можно ее посеять разными способами первый способ это просто кустами астры прикрыть например чеснок или просто уложить на клумбу будущую в которой вы хотите например чтобы на будущий год астры сама всходила она прекрасно всходит самосевом весной весной приезжаете на дачу и замечаете что появились сходы ваша задача или их проредить или пересадить на постоянное место астра вообще сам цветок это можно сказать осенний цветок ближе к августу начинает зацветать и до конца октября обычно цветет непрерывно бархатцы цветут с весны до морозов сегодня поговорим также о том почему у некоторых цветоводов например они не могут подружиться с бархатцами почему например им начинает вредить разновидность клещей грибковых инфекций как можно это все убрать и какими способами но первое конечно самое главное чтобы на них никакая зараза не нападала никакие клещи не вредили это лучше всего их один-два раза обработать в самом начале вот например вы обрабатываете сад и заодно и их обработаете обрабатываете виноград или например деревья тоже обработайте их дополнительно а если вы обрабатываете сад от грибковых инфекций то же самое им не повредит профилактика и дополнительно сделайте хотя бы однократно это о любым например препаратом от клеща и все две обработки друзья и ваши растения будут свести с весны до поздних до поздней осени это гарантированно дальше как же посеять эти цветы но мы сеем семенами друзья можно купить семена простимулировать вот посмотрите мы сегодня поселим с вами декоративную капусту как можно простимулировать на вскожесть это может быть капуста это может быть бархатцы и также друзья кто покупает в магазинах взяли например вот такую упаковку астры любую абсолютно мы сегодня тоже в этом году выращиваю такую хризантеллу цветы очень крупные у нее сорт очень хороший можно тоже вырастить и собрать семена но как же все-таки простимулировать берете например упаковку астры и можно простимулировать такой простой процедуры как стратификация делается она так берете упаковку открываете морозильную камеру и на 10-15 минут помещаете упаковку туда после этого вынаете ее и можете сеять дополнительно можно простимулировать семена как мы это делаем мы берем любой адаптоген стимулятор роста это может быть циркон и пин аж без ту один в общем любой выбираете на 100 миллилитров добавляете две капельки этого раствора конечно лучше всего по инструкции потому что препараты разные вот например и пином и две капельки капаем и помещаем семена туда на полтора два часа после этого вынаем и начинаем сеять 7 мы конечно или в общие контейнеры они могут быть ящики они могут быть вот такие посмотрите контейнеры насыпаем землю сюда и присыпаем семена 0 5 сантиметров то есть пять миллиметров такие вот небольшим одеялом но перед этим когда мы начинаем раскладывать семена мы проливаем эту землю даем остыть потому что мы горячей водой проливаем обычно даем остыть полчаса час после этого раскладываем семена и уже сухим грунтом мы присыпаем немножко утрамбовываем ее его руками все обычная температура плюс 20 плюс 22 в помещении то тогда всходы появляются уже на третий день она может быть на пятый день а так вообще очень быстро и шустро особенно если вы их простимулировали то есть вы все сделали для хорошей схожести сейчас мы будем сеять капусту я покажу потому что капуста сеется практически так же как и бархатцы астр мы берем вот такой вот обычный контейнер он идет с крышечкой как такая мини-теблица получается делаем небольшие отверстия посмотрите здесь по углам мы ножницами сделали самостоятельно отверстие теперь насыпаем сюда грунт проливаем грунт немножко садится и мы пол сантиметра сверху присыпаем все после этого накрываем крышкой ставим светлую просто в светлую комнату после того когда начнут появляться всходы мы делаем проветривание небольшое и поставим под освещение под дополнительным таким образом друзья друзья мы сейчас с вами посеем декоративную капусту и кстати семенах которые вы будете сеять конечно же каждый из вас будет сеять я уверен это и огурцы и также многолетние цветочки также вьюнки которые быстро растут вот мы недавно совсем недавно посеяли вот такую розовую мальву шикарная мальва вообще это тоже многолетнее растение также можно однолетняя посадить клещевину она тоже как в виде пальмы украшает любой участок вот такой вот вьюнок мы обязательно будем сеять в апреле месяце венок достигает трех метров цветет необыкновенно красиво посмотрите розовым многие мы будем сеять конечно в апреле я сделаю небольшой обзор что касается хотел вам сказать что вот или пины можно посеять многолетние они тоже бывают разные окраски разной высоты самое главное проверяйте на обратной стороне до какого числа они у них срок годности высоту также смотрите самое главное что я хотел сказать вот мирабелис однолетний но цветет необычайно красивый в общем все вот эти особенно крупные семена их можно стимулировать вот таким образом будет очень хорошая вскользность вам понравится теперь же мы берем свои вот эти семена я уже подготовил вот такую контейнер для них залил его посмотрите горячей такой водичкой и теперь мы будем раскладывать себя на чем реже мы посеем тем будут коренности у нас растения можно конечно и густо посеять но тогда придется пикировать их лучше будут посмотреть и средний посев это у нас мы немножко растащили семена спичка теперь мы достаем семена декоративной капусты и очень бывает даже спрашивают за ней можно сказать охотятся на рынке обычно здесь 78 семян такой упаковки но я думаю одному человеку кто хочет для себя высадить сад вполне хватит их теперь достаем аккуратненько посмотреть их здесь совсем нету просто 8 штук высыпаем их и начинаем их раскладывать можно взять любую зубочистку спичку и равномерно вот так их распределить по грунту друзья по поводу астры смотрите как мы вот посеяли и и закрываем 0 5 сантиметров грунтом после этого после этого мы не поливаем ее сверху ничем почему потому что семена вот здесь смотрите вот мы будем сейчас сей сама земля пролит все там достаточно влаги для того чтобы корень после того как появляются всходы у растения корень сам самостоятельно двигался вниз он найдет там определенную влагу если мы будем постоянно проливать проливать у нас могут все попадать или заболеть или черноножка покосит их единственное что мы обращаем внимание это по периметру горшка то есть любой емкости любого ящика где посеяны ваши семена под по периметру до здесь сильно быстро просыхает грунт мы немножко по периметру проливаем а саму середину мы можно сказать не трогаем это уже потом когда уже через 10 дней через семь дней по разному бывает мы уже тогда немножко проливаем если стоят сходы как штыки если у них уши не как у спаниеля то есть все хорошо лишний раз не подходите с лейкой но внимательно смотрите смотря какой у кого какой климат в комнате если сильно жарко кто конечно будет все пересыхать быстрее вы уже самостоятельно смотреть вот я сейчас пролью по периметру потому что я заметил что сухая земля здесь у нас хотя обращаю ваше внимание на то что все равно посмотрите хоть и подсыхает они стоят как штыки потому что там есть влага вот сверху мы ничем не проливаем вот как здесь мы берем семена уже на готовую мокрую землю посмотрите мы раскладываем семена вот по одному берем и раскладываем семена капусты на ощупь чувствуется хорошо вот мы по одному зернышку вкладываем конечно для сколько 16 семян здесь у нас по 8 семечек конечно большеватый контейнер можно было взять просто вот такой вот маленький но что ж уж как вы взяли такой в таком они будут расти и так теперь второй ряд мы делаем одна вторая и так мы их сейчас распределим с расстоянием где-то два три сантиметра друг от дружки вот сходят на третий пятый день как я уже сказал будем ждать сходов все я их распределил а теперь беру вот обычный вот такой вот сухой грунт посмотрите сухой сыпучий и присыпаю слегка при присыпаю вот так после этого ровняю и прижимаю смотрите как я это делал прижимаю утрамбовываю слегка чтобы семена лучше соприкоснулись с грунтом все этого будет достаточно вот еще сюда и все теперь в наша задача накрываем крышечкой и в теплом месте они хорошо прорастут друзья но еще пару слов о том что все-таки лучше посеять через рассаду семена вырастить рассадой и бархатцы и астру почему потому что если вы хотите посеять в открытый грунт то может с приходом весны вы же будете в теплую землю сеять то тогда пойдет расти трава и может просто забить ваши всходы вы можете даже не увидеть их так что лучше все-таки вырастить через рассаду можно вырастить в улитках маленьких контейнеров на подоконнике и вы уже тогда ускорите цветение вы приедете высадите у вас будет красиво и цвести все лето будет украшать ваши садовые участки клумбы цветники выбирайте по возможности высоту как правило астра она у нас высокорослая 60 80 сантиметров а вот например бархатцы бывают компактные низкорослые а бывают и высокие кстати высокие иногда спрашивают но так как спрашивают в основном у нас цветы в том числе и бархатцы стараются низкорослые мы по принципу что требуют люди то и выращиваем обычно все хотят все-таки низкорослые бордюрные многоцветковые вот мы их из-за этого и выращиваем сейчас берем отстойную теплую водичку ну как теплую комнатной температуры я как заметил что подсыхает и просто пролил здесь вот слегка по периметру вот так по периметру свои растения это астры центр обычно можно пальчиком проверить если там сухо сильно то можно и а так смотрите здесь потому что когда в общем контейнеры цветы и там сложнее немножко если вы сеете в отдельные стаканчики так тоже многие сеют то тогда там легче некоторые один полил другой оставил подсыхать друзья ну а конечно я покажу сейчас еще вот здесь у меня пример примеру то же самое под подсветкой в теплой комнате теплолюбивые растения стоят такие как баклажаны катарантусы многие любите катарантусы они эти цветы для открытого грунта в основном используют и на открытых местах солнечных местах он любит сам цветок любит свет солнце там он активно красиво цветет также ценю друзья тоже она любит открытые солнечные участки мы ее серии очень рано потому что это низкоросый сорт нам нужно добиться чтобы появился хороший бутон цене крупные низкорослая бордюрная с крупными цветами также здесь стоит у нас под подсветкой перец хорошо развивается перец тоже света теплолюбивое растение как и катарантус также сделаю друзья в скорости обзор цветов которые у меня есть сейчас на данный момент в теплице сделаю обзор в самое ближайшее время так что сейте сажайте выращивайте вместе у нас все получится хорошо я уверен в этом до скорой встречи друзья всем добра всем мира всем счастья и крепкого здоровья пока пока